По 0,9 больше не будет. Речь идет о товарах первой необходимости. Мука, вермишель, молоко, сахар, подсолнечное масло, гречневая крупа, соль. Прокуратура РФ настояла на изменении требований к фасовке и упаковке товаров. Это связано с тем, что нередко производители ненамного, например, на 100 граммов уменьшают объем. Незаметно прописывают это на упаковке, стоимость при этом остается равной привычным подобным упаковкам. Это вводит в заблуждение покупателей. Теперь по новым правилам крупы подлежат фасовке по 500-1000-2000 граммов, а молоко 200-250-500-2000 миллилитров. Новшество будет большим плюсом для потребителей, особенно для тех, кто не привык смотреть объем или вес товара. Многие в целях экономии сравнивают в магазине только цены. Вышел закон, что теперь по новым правилам крупы подлежат фасовке по 500-1000-2000 граммов, а разливные продукты по 200-250-500-1000 миллилитров. Как считаете, правильное ли это решение? Да, конечно, правильное. Потому что мы теперь знаем, за что мы платим. Что если написано литр, то мы платим за литр, а не за 900, не за 800 миллиграмм. Обращаете ли вы внимание на фасовку по весу? Да, обращаю внимание на фасовку по весу. Очень часто. Сама работаю в общепите и взвешиваю дома. Да, попадалось, приходила домой, был недовес 20 грамм, 15 грамм, где и 50, где и 70. То есть, и все равно, когда я приходила, например, в магазин это вернуть, мне сказали, обращайтесь к производителю. Конечно, правильно. Должно быть, если литр, то литр в продаже. Мы же платим за литр. Вообще нет, на самом деле. Я беру то, что давно уже знаю и использую. Наверняка попадалось, просто я ни разу не обращала на это внимания. Приморцы часто покупают продукты местных производителей. И тут встает вопрос, а как пакуют у нас предприятия и частные фермерские хозяйства? В Минсельхозе Приморья нам пояснили, что все местные предприятия работают в рамках ГОСТа. Теперь предпочтения по упаковке не могут быть творчеством производителей. Выбирать вес расфасовки, сыпучих и разливных придется строго из разрешенных законом вариантов. Также ведомстве уточнили, что все приморские производители, в основном это молочная продукция, работают согласно нормам. На наши товары производители, они следуют в рамках этого ГОСТа. И размер упаковки у них соответствует именно тем нормам, которые прописаны. Поэтому для нашего производителя это не отразится никаким образом. Закон вступил в действие, а значит, вольности в фасовке товара будут строго наказываться.